как удается выживать в карантин какие у вас были ощущения господи упаси боже мы имеем на данный момент то что мы имеем что-то вот этот 2020 год как-то нас подкосил что вы планируете с этим делать мы как до этого бабла не имели ну такие такие сейчас как бы рок не всегда приветствуют так как приветствуется попсовая музыка как попсня там всякое и все остальное я сказал попсня попсня вот смотря в будущее где вы видите себя эту группу не знаю как это склад без мат здравствуйте очень рада вас сегодня видеть очень интересно было бы с вами поговорить на тему того как все-таки живет народное творчество именно в нашем городе как удается выживать в карантин и насколько музыка она в принципе доходит до именно наших гречан потому что я так понимаю все-таки ваше творчество больше нацелена на бельскую аудиторию чем на какую-либо другую но в первую очередь хотелось бы узнать с чего все-таки начинался вот этот вот путь чем да ну с чего все начиналось ну как и у всех наверное начиналось с того с подвала с того что насмотрелись клипов разных групп хороших зарубежных и не и отечественных хотелось что-то с самим сделать но это было очень давно и как большинство взял в какую-то лопату начал почувствовал себя гитаристом и после этого научился играть на гитаре так оно пошло музыкального образования нет у вани есть некоторых у некоторых участников группы тоже есть виталий когда нашего гитариста есть у скрипачки есть а я бездарь бездарь из гопоты вышел но самоучка это же тоже все-таки бывает так что потом группа известна не только что как показывает практика можно и за границей сделать себе имя даже будучи самоучкой ну да даже сейчас во время этой пандемии да и уже в наверно последние года четыре в основном вся работа музыкантов она сводится к интернету в интернете тебя смотрит не только бельчане и гости нашего города смотрят все таки за рубежом и вот даже по статистике если посмотреть то бельчане кстати нас смотрит очень мало и из на бельскую публику ориентироваться но уже сейчас уже нет смысла потому что она очень передел с карантином так она вообще практически свелась к нулю и большинство то есть сейчас настолько публика наверное не то что публика наверно больше молодежь люди по старшего старшего поколения ходят на живые концерты но где же достаточно обленилась и проще посмотреть тот же концерт посмотреть в интернете поэтому есть смысл сейчас многим музыкантам как и нам допустим все-таки концерты делать в лайве но при этом не делать их большими группу все-таки не делать делать их снимать на хоров на хорошую аппаратуру и выкладывать в интернет в интернете посмотрят тысячу две а на концерты лет 50 это про бельцы говорят но за рубежом все-таки там чуть по-другому в молдавии наверное вот больше идет тенденция к тому что все это отмирает живые выступления к сожалению может быть и до пандемии тоже так и было в пандемию это вообще как бы свелось к нулю даже до пандемии вот за за пределами перец у нас было публики больше чем в бельце за пределами молдовы публики было больше чем в молдове вы говорите о пандемии и о том что да как бы проведились эти концерты но насколько я знаю все таки у вас были концерты и в пандемию и вы выступали живьем перед публикой и в то же время вопрос почему молдавская аудитория смотрит меньше чем зарубежная тем где оплойной но он был с активности партии богатый youtube при цели сочель заре в контакте фейсбук и тем более что 8 8 лет господи упаси боже восемь месяцев спустя только аж эти концерты были при соблюдении всех норм правил безопасности и не больше 50 человек и но это наверно уже был наверно такой больше крик души что хочется уже где-то как-то выступить и потому что музыканты мы тем более рок-музыкантом выступать перед перед камерой тяжеловато дам него один тракционер публику и после этих восьми месяцев перерыва какие вас были ощущения у нас их было 21 тыков лакаре 1 здесь центре культуры молодежи знаете я думаю что от того что мы играли это хорошо но я наверное скажу что наверно какой-то разочарование пожалуй было в том плане что теперь придется все заново проходить этот путь по новой потому что люди как бы сейчас не особо боятся не особо боятся приходить на концерты потому что может там мало ли что даже при соблюдении все равно люди опасаются это как многие знакомые даже сказали что не мы на концерт не придем давайте мы лучше все равно вы это выложите давайте лучше посмотрим и свои отзывы мы оставим в соцсетях и в принципе многие так и сделали но все равно в виде это хорошо это классно это все равно другое ощущение чем читать комментарии все остальное чем выступать перед живую публику и живо публика конечно хорошо и вот спустя 8 лет до эмоции были но потом когда понимаешь что все люди сидят через одного их могло бы быть в два раза больше не только потому что тебе удобнее выступать потому что многие хотели бы прийти на эти все концерты как-то вот думаешь что-то вот этот 2020 год как-то нас подкосил в любом из случаев мы имеем на данный момент то что мы имеем и нет ли у вас каких-то опасений ну или не опасений предположений о том что такой формат он останется что из-за этой пандемии которая есть как говорят эксперты она не пройдет в ближайшее время не через год не через два и что вот останется все в этом онлайн формате как вы вообще смотрите на это и что вы планируете с этим делать вообще но к этому шло очень давно потому что уже где-то с года 15 14 уже все вся музыка и все концерты не стали переходить в интернет и поэтому то есть это наверное закономерность такая что потому что вся молодежь она она вся в интернете и подыме просто лишний раз на нас вот всех взяла и обратно туда загнала наше да с диакордку спой михаил мажоритета тинеров става фарте мультим пинтернет ши арфил простей дакной на нем концентрая на уме и спасти онлайн пинтук около киар есть аудитории фарте мари и экземпл дак кончертили лайв карлиан фачи пиаршин палату ли культура а радуна май деграба удитория динбац а то он кончерт лайв кари есть платформа онлайн по те дуна аудитории дин плате колцер ли луны и экземпл мы емкер шункинец да ниша на вему кинескаре не пони мере коментарий ла видео и ла кончерти ши не букраем даст стала даже сынусь три стала дороже потому что для хорошего контента нужно все-таки нанимать хорошую аппаратуру в пандемии ну а заработках не нельзя говорить музыка в интернете подается очень плохо всегда это было это и большие заработки не такие уж и большие успечал да поэтому как-то много давно которые просто пандемии да вот она лишний раз нам напомнила но она подорвала просто вот многие вещи но тем не менее то есть кому кто до этого не искал особой выгоды то есть не 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 работал только на прибыль как попсня там всякое и все остальное я сказал попсня попсня вообще правильно все сказал она работала чисто вот как бы куматрия свадьба вот они сейчас как бы об поднажали то есть мы как до этого бабла не имели ну такие такие сейчас как были богат они жили таки них она им поделиться с ким от мащик но у меня манты не за репетиции но могут кончертила арест но им украд интернет ну вот вы сами начали говорить экономической точки зрения всего этого интересно на что же на чем до на пожертвовании нет а снят как такового дохода как у группы если то есть какие-то разовые вещи там были они все равно сливались на на запись или еще на что-нибудь такое вот да фигарик штекс инвестируйте тот энгруппы шерспективной им сурс или пропить лохел инвестируй инвестируй группу фары кассаж тептам династа денег было бы конечно хорошо но молдова страна контрастов тут если если ты прям по псу бомбить не будешь и не будешь вот реально уложиться под большую часть аудитории то тогда значит привыкай к тому что ты будешь жить в пробовать если ты не играешь на кума 3 их на свадьбу не играешь народную музыку вот на всех этих торжествах то тогда тут музыка практически или в кишиневе там это там не особо все интересно вот последнюю песню которую вот мы сняли то вот мы собирали на нее практически вот с концертов там со всего что только можно в маме тени это вот мы где-то год примерно год полтора мы просто что заработали все в одну копилку и в итоге записали песню сняли клип на клип мы уже сами по-моему скидывать а частично вот как как-то тогда нет тоже тоже сейчас копилки прошло так что как бы что собрали то и вложили говоря о том что да ваша музыка специфично рок не всегда приветствуется так как приветствуется попсовая музыка все-таки вы не распробовались на евровидении и при этом занимали не самые последние места именно в самом конкурсе да вы не проходили на большую сцену но все-таки весомый вкладку делался внутри раза мы в финал попадали как бы начинали нас прям не знаю как это склад без мат но даже нас там было потом очень ну да в тот момент и все мы как бы чтобы прекратить я думаю что это наверно последний раз может будем об этом хотите все мы прекратили участвовать и время мы больше не будут не подавать заявок ничего то есть этот конкурс лично для нас он жил себя потому что в прошлом году у нас там произошел небольшой казус и честно говоря вот надоел весь этот куматризм который там творится не буду говорить все и подноготной но пускай попса которая там крутится пускай она там остается крутится дальше в нашей жизни он сыграл свою роль очень интересную людьми мы познакомились но просто на тот момент вот так среди до этого года это был единственный конкурс где вот можно было бы себя показать не выезжая как бы далеко не при малых финансовых затратах при малых телодвижения подал заявку прошел дальше хорошо дошел до финала то есть хайпом наварил как можно больше но лично для нас он уже все этот конкурс себя и жил тем более что в этом году нас не особо хорошо всем этим получилось нас там обвинили кое в чем причем не молдавская жюри нас пропустила дальше на прослушивание написали какие-то фанаты там соседнего государства не будем говорить какого они о да 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 все и мы хотя наши ничего не нашли такого и и мы как бы решили что большему во этом участвовать не буду а так для молодых музыкантов подавайте туда рассчитывайте силы сразу будьте должны они быть должны быть готовы к большому разочарованию то есть розовый фон что мы по телеку сзади он не такой уж розовый ну вот самый такой вопрос почему все таки чмд кто-то придумал при чесно и я у вас чем и ноги нет да он пришел он уже был и знак как как-то так произошло ну не хочется связывал хотя бы эта история групп раньше назывались че гевары просто популярное имя давай назовем потом чуть-чуть состав менялся мы решили называться че геваром д просто че геваром че геваром д убрали гуевара осталось чем-то пять букв дефис между ними ты фикс не пускай будет ничего не значит вообще ничего то есть кто-то ищет там под смысла там чела харта есть и дефис надея молдова может быть и так может быть че гевара да пускай у каждого будут свои ассоциации это секрет тайна который мы даже не знаю с вами михаил все понятно это ваше детище вы у самых истоков а вы иван почему что сподвигло прийти именно в эту группу и я у него паспорт забрал да историю у фосфорта интересанта я у ам вау ам вау а шкала музика ши дупыцам финиса а шкала музика ши дупыцам финиса шкала музика ши дупыцам дуа университате джа ма индеппатам активно организмузика шпо сetrтипы заканцам палипатрам датри партия проеха и ма спус ногоил че утевате шсалу отдавясь в ам вау ам 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 автор 6 групе талий шафтюк салют ши амафатка а у него иди он басист басист карьера точно момент тебя сплечи и к пистон тим тебя сплечишь я в него не вводим басис корреса кума деза чепта группа да замечательная группа были с двумя басисты да одновременно параллельно шаша мог гасить пи меню а он танит ку боец и он ворбит а мы че пузыли на репетиции потом паспорт дау подпись кровью все как положено да мы че пуза и че пуза в кэнтику кэнтик мы аккомодат на группы приму кончерт ира козина идти с вами аши боец аудичи сам фака он катал он когда-то как патрук античанка чемодали басист но ты доволен тем что ты тут да да астаку сегуранцы им пасные шастая экспориенцией при числусу можете на майнтере говоря о том что это не основное из того чем ты занимаешься на кого-то учишься в своих сестью не болтся университете александр уанку за день аж ла факултати декона миша администрая фа черно спичать и экономия курят коммерциалу и туризму лучше сервичей лор по часто кайсалу коллеги просторе сунтано дай поспункты в ум домене висту бивак дар интересант требуется айду ринцешь мотивация но как-то экономика и музыка совсем не вяжется чему-то в свое время все таки придется отдать предпочтение как ты думаешь вот я я я беру скажу что это это реальности только вот наша молдави в швейцарии есть группа где все участники группы работают в банке не все сотрудники банка в свободное время они играют выпускают клипы в причем там такой тяжеляк в сша есть та же тоже группа где большинство участников они работают в юридической конторе какой-то после то есть это это только наше что придется потом однажды выбирать что надо чем-то будет заниматься всерьез же я кредко университет аж музыка на укурка у нас это все хобби просто если ты нашел работу где ты можешь совмещать хорошо не нашел значит чем-то надо прощаться или навряд ли кто-то делают шаг в сторону ну вот михаил о том что иван у вас не так давно в группе и текучка вообще большая огромная просто огромная но и и потому что я такая сволочь это тоже иногда на вера а из-за того что большинство людей просто уезжают просто уезжают женится находится хорошую работу и ты которая забирать все время вот поэтому большая текучка это вот основа основной почему как бы меняется состав ругань бывает тоже конечно не без этого но это реже чаще всего вот за последний год тут у нас ушли тоже двое вот дмитрий сыр был который был басистом до ивана он ушел по бикинам причинам переехал в кишинев нашел новую работу его девушка поступила в институт и он должен жить кишине он не может разрываться потом у нас паша гитарист тоже ушел позапрошлом году по моему из-за того что он заканчивал пограничный центр полиция фронтиера он закончил последний год он должен работать полиция фронтиера и пограничная полиция это все пришлось выбирать да это иногда больно страшно нехорошо но человека свою жизнь человек то есть не мы поддержим какие-то отношения конечно но вот это не совместите мы просто с музыкой и если копать в глубь то же самое у многих у многих наших участников такие вещи ругались мы редко но если то конкретно подводя какие-то итоги мы в любом случае всегда смотрим в будущее вот смотря в будущее где вы видите себя эту группу спустя допустим пять лет тут на месяц трудных прогнозировать что будет дальше через пять лет не могу так долго играем пока есть возможность а там как жизнь распорядиться вот у нас были в этом году у нас были огромные планы блин в этом году у всех людей в мире были огромные планы да у нас были огромные планы на этот год но в итоге вот и тут как бы на завтра не знаешь что с тобой случится поэтому так далеко мы не прогнозируем на ближайший вот на ближайший месяц то что могу сказать ну да если все будет хорошо с ничего не у нас вот альбом выйдет новый 2020 года он не будет никак связан с пандемией беремся за новые песни там изучать сочинять там посмотрим если из новых песен собираете что-то приплести к этой пандемии сейчас новый тренд я думаю что грядка но зачем это прям трезвий о фил и не историка это прям хотелось бы все все знают и так сейчас этого слишком много много и модного даже многие музыканты находясь на самоизоляции они записывали там пандемия курва вот допустим это но нормальное ругательство то в боснии герцогрин из группа губиоза коллектив них там песня такая есть пандемия курва и многие многие ну как бы мы за трендами гонимся нет такой хрени посвящать песни мы не будем ну его на все-таки наверное стоит надеяться на то что пандемия скором времени с нами попрощается и не оставить такой уж серьезный след на творчестве и на искусстве в целом и мы все-таки сможем слушать вашу музыку и через пять лет они только через месяц или через год поэтому я очень надеюсь на то что мы еще увидим ваши концерты вживую что вы обязательно нас на них пригласите и что ваше творчество будет пропитать с нами сегодня была группа чем д и и солист михаил смоленко и вас гитарист иван лайф спасибо вам спасибо за приглашение спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!